Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о создании центров ополчения в Курской и Белгородской областях. Об этом говорится в сообщении компании Евгения Пригожина «Конкорд». Финансировать создание и работу этих центров будет лично Пригожин. Вот сообщение пресс-службы. Ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Также, по словам главы ЧВК, цитата, если из 100 человек на заводе 50 плавозрелые самцы, то 25% из них необходимо отправить в окопы, а 75% должны продолжать работать. Однако, скидываться деньгами на это будет не только один Пригожин, хоть изначально это его предложение, по крайней мере, как это представляется. Он предлагает переложить ответственность на материальное обеспечение, в том числе на региональный бизнес. Как Евгений Пригожин взялся не только за заключенных, но и за приграниченность Украины области? Давайте обсудим с политологом Аббасом Галямовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Как мы можем расценивать эту идею, Евгения Пригожина, о создании центров, которые, по его словам, должны затрагивать работников заводов и региональный бизнес, который должен это давать деньги? Откуда у него все-таки еще и такие полномочия? Ну, непонятно, ведь эти полномочия ему дали или он их сам себе берет. Мне все больше кажется, что это второе. Кремль стремительно теряет контроль над ситуацией, и Пригожин один из тех, кто этим активно пользуется. То есть сейчас Путин зависит от Пригожина, если так совсем его простить, больше, чем Пригожин зависит от Путина. То есть там полгода назад все было наоборот. А сейчас вот так. В условиях полной неспособности официального Министерства обороны воевать, Пригожинцы получаются, Пригожинцы, кадыровцы, может быть, получаются единственной надеждой Путина. И, ну, Пригожин это чувствует и не банкует. Он явно стремится стать большим политиком. Да, возможно, он... Ну, возможно, это просто амбиции. Может быть, он просто пытается застраховаться на будущее, потому что он понимает, что когда режим рухнет, он с его антирейтингом, с его репутацией, он легкая такая добыча будет для любой власти. То есть посадить Пригожина, посадить Пригожина, это будет для любого следующего президента страны, в принципе, ну, такой очень популярный, хороший шаг. И он хочет от этого застраховаться, он, наверное, хочет стать популярным политиком, создать свою партию, избраться в Госдуму. В принципе, у него и в прошлом году, говорят, были такие амбиции. Он пытался там Родину купить и с помощью Родины это проделать, но Кремль вроде как ему не помог, судя по информации, заблокировал его амбиции. Так что, значит, возможно, вот он чувствует, что сейчас время пришло, и можно наконец-то реализовать вот все свои задумки, которые до этого у него были. Ну, то есть мы уже как-то однозначно можем оценивать, что Пригожин по своему влиянию встал в ряд высшего эшелона власти, и это не только какой-то его самопиар, которым он тоже, как мы знаем, любит заниматься? Ну, нет-нет, конечно, это не только самопиар, объективно. Понимаете, просто в ситуации, когда все остальные маргинализуются, то бывшие маргиналы оказываются центровыми фигурами. То есть государство, в принципе, не в состоянии исполнять свои функции. Минобороны не в состоянии воевать, военкоматы не в состоянии призвать людей, региональные власти не в состоянии, да и федеральные тоже, не в состоянии обеспечить те выплаты, которые мобилизованы, которые Путин обещал, да, мобилизованы, экипируются за свой счет, бронежилеты там за свой счет покупают, да, лопаты, которыми они должны копать окопы, им там жены присылают, да. Ну, то есть это такая вот анархия, машновщина уже, да, государство, в принципе, распадается, оно не в состоянии исполнять свои прямые обязанности, свои функции. И в этой ситуации вот такие игроки феодального типа, типа, как Пригожин, у которых есть и своя собственная армия, и свои собственные медиа, да, и свои источники доходов, и свои контакты в официальных силовых структурах, то есть там, условно говоря, информацию он всегда купить может, да, вот, какую ему нужно, или там заказать там возбуждение уголовных дел, на кого нужно. Вот. Ну, в этой вот ситуации такие игроки, прежде бывшие маргиналами, в ситуации, когда государство было нормально, полноценным, вот, они вдруг становятся такими великими фигурами, равнозначными еще теми, кто вчера в эту сторону даже сможет смотреть не хотел. А у губернаторов вот в этом случае нет никакого права в голос, потому что мы знаем, что они опять как бы вышли на первый план, когда речь зашла о мобилизации, потому что им поручили выполнить эти мобилизационные задания, они за это отвечают к ним, как мы видим там, например, Приморского губернатора, обращаются мобилизованные, у которых есть те или иные проблемы, да, но в этом случае они как будто бы лишаются какой-то субъектности абсолютно. Ну, у них субъектности давно уже нет. Собственно, уже много лет у губернатора есть, было только одно право. Значит, приехать в Кремль, ну, там, в федеральные кабинеты, ходить там по федеральным кабинетам и с протянутой рукой, и выпрашивать, чтобы что-нибудь там с барского плеча, значит, федералы, значит, дали. И в этом смысле ничего не поменялось. А к вам кажется, действительно ли, вот, да, мы с вами уже поняли, что это действительно пригожено довольно серьезное влияние, мягко говоря, на ситуацию, но так или иначе, вот действительно ли может быть создано вот это ополчение, о котором он говорит, при этом без какого-то официального решения Минобороны или Кремля по этому поводу? Ну, я думаю, и Кремль, и Минобороны, они затвердят эту инициативу, потому что никто из чиновников не рискнет взять на себя ответственность и эту инициативу заблокировать. Понимаете, ни у кого же нет стопроцентной уверенности, что украинцы, дойдя до границ, не пойдут дальше. Да черт их знает, они вон какие. Значит, никто же не ожидал от них того, что они там вытворяют. Вдруг вот возьмут и решат отомстить и вторгнутся туда. И что, и в этой ситуации тот человек, который не дал когда-то Пригожину реализовать вот эту инициативу, ну, он все, его только надо его после этого. То есть Пригожин скажет, ну, я бы защитил Белгород и Курск, я же готов был, а этого он не запретил. Кому надо брать на себя ответственность за вот такую штуку? Чиновники, особенно путинские чиновники, люди не рисковые. Они, когда толпой выстроились след за начальником, они выглядят храбрыми, там, в твиттере могут строчить что-то, да. Но каждый из них индивидуально принять решение, которое приватаристам для него лично, они не в состоянии. И, ну, собственно, Пригожин, например, этим и отличается. То есть он готов рисковать, это видно. И в этом смысле он сильнее всех их вместе взят по отдельности. Поэтому я думаю, что, ну, если сам Путин только вдруг по каким-то причинам решит, что это не надо, да, то никто другой не рискнет эту историю запрещать. Строго говоря, Путин может решить это. Ему могут объяснить, так сказать, что, ну, нету его интереса в том, чтобы вот этим заниматься. То есть Пригожин, окей, там, решил пропиариться защитник, так сказать, Отечества. Вот. На самом деле, ну, сам по себе этот шаг же очень популярный. Ну, потому что ведь как он выглядит, как он будет проинтерпретирован? Что государство, которое долгие годы собирало в суде деньги, значит, богатело в то время, как люди в последние действия отнищают, да, оно все время говорило, так сказать, это забота о безопасности. Да? Она организовывала репрессии, там, объясняя, что это все забота о безопасности. И вот этот самый момент, когда вот все, ради чего вы готовились, все, ради чего вы заставляли нас испытывать лишения материальные, моральные, политические, там, всякие, вот. И вот это время пришло, когда вы должны выйти, так сказать, все, ребята, не волнуйтесь, мы сильные, мы же к этому готовились, мы сейчас вас защитим. В этот момент, друг, государство говорит устами Пригожина, эй, ребят, а это вообще защита нашей территории, не наши проблемы. Давайте вы сами там бизнес профинансируют. Как будто люди не знают, как бизнес на это финансирование отреагирует. Но он и профинансирует, может быть, так он цены поднимет. Просто инфляция ускорится, и все. Все же это понимают. И вот мы, значит, умыли руки, да, а вы там самообороной занимаетесь. Вот вам начальник, уголовник бывший. Понятно, что это никому не понравится. То есть это вопиющая совершенно очевидная демонстрация того, что государство превращается в failed state. Что ключевую задачу обеспечения безопасности своей собственной территории, оно перекладывает на граждан. Не оно государство этим занимается. Да? Оно на граждан это перекладывает. Ну, это же все просто государство расписалось в том, что оно неполноценное. И поэтому вполне возможно, ну, Путину там, не знаю, клиент достанет ему смелости, кстати, или там Ковальчуку, я не знаю, объяснить, как это выглядит. Может быть, Путин все-таки эту инициативу приостановит. Потому что, строго говоря, ну, большого смысла во всем этом я не вижу, потому что, ну, никаких оснований полагать, что украинцы вторгнутся на нашу территорию, мне кажется, у нас нет. Ну, нету там таких настроений, по-моему. То есть, судя по тому, что вы говорите, вы ожидаете какой-то реакции, да, все-таки от людей, с которых собираются, не знаю, деньги на это просить, да, как вот региональный бизнес обещает пригожно в это во все вовлечь работники заводов. Ну, вообще, как бы, отдельный вопрос, с какой риторики это все представляется, значит, 25% должны идти. Нет-нет-нет, я не жду реакции там, на этой территории. Там народ реально напуган, значит, они же, надо понимать, что под обстрелами постоянными находятся. То есть, у них-то большая ситуация. Поэтому они напуганы, растеряны, они сопротивляться чему-то, что идет сверху, скорее всего, не решатся. Это просто приведет к дилегативизации системы в глазах элит, в глазах населения, в целом, в масштабах всей страны. Спасибо, это был политолог Абаз Галямов. Обсуждали с ним инициативу, очередную инициативу, в последнее время особенно активного и не скрывающего свое отношение к Чивако-Вагнеру и к другим структурам Евгения Пригожина, который вот на этот раз предложил создавать ополчение в приграничных регионах Украины. Причем, ну, фактически сказал, что представители регионального бизнеса и работники заводов будут обязаны сами в это вкладываться. Работники предприятий, по крайней мере, значительная часть из них должна будет отправиться в окопы, а вот региональный бизнес должен будет жертвовать какие-то деньги на это.